Ожидали, что тяжелый матч для нас выдастся, тем более играем с лидером. Получилось так, что план на игру вырабатывали, но не хватило нам концентрации внимания. Если в ответных атаках выбегание было, забили гол, повели в счете, но следствие таких грубейших ошибок пропустили два мяча и в итоге проиграли. Ребят, по самоотдаче, по настройу проблем нет, а по ошибкам будем разбирать. Допустили очень много таких ляпов, которые повлияли на исход матча. Скажи, если у нас девушки есть с микрофончиками, пожалуйста, задавайте вопросы через них. Девушка, вот где, я тут. Я первый попросил. Ну что у девушки объявили? Пожалуйста, Сергей, всем хватит место. Вот стадион Самар-Аренов, какие ощущения у вас были в ходе игры? И как это повлияло на ребят, на психологическое состояние, в целом настрою и как они бороться? У нас достаточно много футболистов, которые с опытом играют. И естественно, приятно на таком стадионе Европы, на такой атмосфере. Даже поддержка ваших зрителей. Ощущения хорошие, естественно. Стадион понравился, более хорошего качества. Самое приятное, но только неприятное то, что мы не смогли очки набрать. Игорь Вячеславович, по первому тайму, Шинник заметен, что превосходил крыльево в игре. И показалось, что последнее место, занимаемое командой Фагил, оно не заслужено совсем. Что-то можете приментировать? Ну как не заслужено, если мы на последнем месте? Знаешь, заслужили того, что сейчас мы имеем. Просто получилось так сыграть. Мы, я считаю, так достойно выглядели. Но вследствие вот этих ошибок, которые повлияли на исход матча, мы допустили. В уровне команды определяют, что чем меньше ошибок, тем меньше, естественно, забитых мячей в своей вороне. Если вам понравилась команда, как наша выглядела, приятно. То, что место занимает, ну, наверное, заслужено, раз мы находимся на этом месте. Будем работать, будем исправлять ситуацию, тем более игры еще есть. Стараемся на максимуме выступить в оставшихся играх, подняться в турнирную таблицу. Как бы вы оценили судейство и, на ваш взгляд, пенальти? Я оцениваю действия своих игроков. Там судейский корпус есть, кому оценивать. По команде я готов на все вопросы ответить. У меня вопрос к обоим спикером. Вы оценили качество газона? Я сказал, хороший газон. Хороший, достаточно мягкий. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с открытием такого грандиозного сооружения, как наш стадион. Приятно очень играть. Может быть, необычно играть на таком стадионе, или непривычно. Мы сами играли, знаете, как первый раз, как будто на улезе. Приехали играть, потому что такие стадионы, наверное, только встречаются за границей. Сейчас будет и у нас, когда я приезжал играть, или лучше играл. Сборные, вот такие были стадионы. Для меня это приличное. Немножко для ребят, для наших нет. По игре, может быть, я где-то не уградал в каких-то моментах. Но я не хочу останавливаться. Сделаю выводы и пойдем дальше. Конечно же, были у нас хорошие моменты. В первом тайме немножко не повезло. Но мы знали, как играет «Факел». Мы с ними встречались на Кипре. Играли. И все было то же самое. Когда команда обороняется и быстро убегает в контратаку, в быструю атаку. И где-то мы оказались в каких-то моментах недовольны. Плюс тот гол, который мы пропустили, это просто ошибка. Наша ошибка. Во втором тайме, наверное, мы все-таки поговорим о раздевалке. Больше эмоций добавили. Ребята стали больше двигаться. Плюс некоторые замены, которые вышли ребята, удачно. Не то, что удачно, а усилили нашу игру. Поэтому я думаю, что у нас были хорошие еще у Сергея Корнеленко моменты, когда он вышел один на один. Потом были моменты еще, когда Сергей Корнеленко в воротах отбил мяч. Ну, это все часть футбола. Часть футбола. Я очень рад, что мы выиграли. Да, тяжелый очень матч. Очень тяжелый матч. Над нами давлеет очень результат. Давлеет очень результат. Поэтому, может быть, где-то что-то не получалось. Но в данный момент считаю, что три очка, которые мы завоевали, заработали. Наверное, гораздо лучше, чем если бы у нас это не получилось. Андрей Валерьевич, в первом тайме была заметна некоторая нервозность команды. Это никак не связано с тем, что они уже знали, как сыграли и не сей гонг. Ну, я и нашим ребятам говорю, и всем говорю, что лучше игра первого. Потому что, когда ты знаешь результат, ты или пытаешься догнать, или пытаешься не ошибиться. Поэтому, я думаю, что надо не один тур последний ставить в одно время, а несколько тур, два тура, чтобы играть в одно время. Потому что очень тяжело, когда психологически ты выходишь, и ты не имеешь права на ошибку. Или тебе обязательно нужно выиграть, или это. Понимаете, то есть ситуация тяжелая. Я все прекрасно понимаю. Факилов более, наверное, легкой ситуации был. Команда понимала, что ей очень тяжело будет выбраться из этой ситуации. Может быть, у них был последний шанс сегодня. Но они прекрасно понимали, что это тяжело будет делать. У нас в другой задаче, как выигрывать, убеждать, другой нет. Поэтому ребята где-то в каких-то моментах нервничали, где-то не получалось, потому что команда броняла всей командой перед линией штрафа на своей. Не проходили передачи, отсюда торопились, отсюда ошибки. Пропустили несколько кондратов, которые могли не пропустить игроков. Есть, может, второй вопрос. Показалось, что было некоторое недопонимание игроков в игре. Нам же только показалось? Вы знаете, футболисты тренируются вместе, они понимают друг друга. Но это есть футбольные моменты, когда, повторюсь, у тебя что-то не получается. И не только у одного не получается, а не получается у большей части команды. Отсюда идет недопонимание и нервозность. Мы же не Барселона, понимаете, когда такие команды, как обороняются, против Барселоны раньше было. Барселона находила за счет индивидуальных качеств нескольких футболистов, которые я не буду называть. У нас в команде таких нет. Поэтому нам труднее сказать вот такую насыщенную оборону. Добрый вечер. Действительно добрый. Антон Бобер, выход Антона Макрага. Это чисто символический для того, чтобы он сыграл. Юбилейный матч. И если так, то почему, помните, ваш прощальный матч в Спартаке, додумка некоторого перерыва. Почему он, как-то, все-таки несколько скобка. С одной стороны, Антон Бобер сыграл. С другой стороны, это не прощание. И второй вопрос. Рота сейчас на подъем, несмотря на то, что борется. Насколько сложный будет матч, следите ли вы за нынешним ротом? Ну, мы хотели Антону сделать так, чтобы он сыграл трехсотый матч. И вышел, как бы, ну, не то, что прощальный матч. Но, вы видите, ситуация складывалась так по счету, что пришлось выпускать в самом конце. Может быть, и не надо было выпускать. Может быть, это нужно было перенести на Кубань. Ну, хотели немножко и Антона порадовать, и болельщикам, которые помнят Антона. Все-таки он яркий годик, который провел здесь, в Самаре. Болельщики его помнят. Вот. Ну, может быть, с Кубанью еще, если получится, все будет нормально. Может быть, Антон еще будет. Посмотрим. Вот. Ротор, да. Ротор на подъеме. Ротор показывает довольно-таки хорошую игру. Хорошую игру. Команда усилилась с футболистами и хорошими футболистами и премьер-лиги, и премьер-лиги плюс. То, как команда начала второй круг, ну, не второй круг, после зимней паузы, с удачным побегом, команда почувствовала уверенность. Сейчас команда выглядит довольно-таки хорошо. Поэтому нам предстоит очень тяжелая игра, предстоит тяжелую игру, потому что команда борется за определенные места. То есть в этой игре равнодушек не будет. Нет, здесь уже кто кого переиграет. Я понимаю, что у них уже будет полный стадион, очень сильно их будут поддерживать. Но мы и поедем в Опере за тренячками. Что происходит? Я говорил за это в бизнес-у-лайн. Вы говорили, что такие стадионы в основном Европе, ну, вот, например, подрядчик Самара-Арена, тот же, та же компания, которая устроила Казань-Арену, на которой вы обыграли в Кубке России-Осиди. Как тут? Можете эти они между собой справлять? И какое стадиону больше нравится? Ну, вы знаете, все стадионы красивые, все стадионы хороши. Но, вы знаете, свой всегда ближе. Свой всегда ближе, и, конечно, свой кажется всегда лучше. Поэтому, я думаю, что когда работы произведут до конца, и по тренированных помещениях, и на улице, я думаю, что будет очень красиво. Очень красиво, и я думаю, что боящие сегодня получили огромное удовольствие. Хоть подрядчик и один, но форма стадионов разная, и это восприятие немножко совсем другое. Поэтому, я думаю, и мне хочется, чтобы боящие все-таки полюбили этот стадион и ходили с удовольствием. Поэтому 6-го числа мы приглашаем всех. Должна быть полная заполняемость. Я думаю, хорошая и вероятность поддержки нам будет одиспечена. Нам будет команда гнать вперед болельщики. Андрей Валерьевич, вот как раз по 6 мая вопрос. Каковы поднозы на исход? И с кем вы будете играть? Возьмите хотя бы третий тестовый матч. Третий тестовый матч будет сегодня и игра 6-го мая. Мы могли 3-й, до 12-го заказчика чемпионата. 6-го мая должна быть полная заполняемость, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Вы знаете, мне очень хорошо делают прогнозы на свою игру. Это, мне кажется, не очень хорошо. Поэтому команда будет стараться. Вы знаете наши задачи. Вы знаете наших руководителей. Поэтому подарить вот такой стадион команде в образу одна задача. Побежать и выигрывать. Но мы приложим к этому все усилия. Спасибо. Спасибо.